Место, где заканчивается цивилизация. Эта свалка расположена в микрорайоне Семчино, вблизи остановки общественного транспорта. За границей новых высоток здесь можно наблюдать настоящую разруху. Заброшенный ангар находится в аварийном состоянии. Внутри, рядом с ним расположены горы мусора. Неподалеку можно наблюдать самодельную будку с матрасами. Кто в ней живет, остается загадкой. Если сюда из-за любопытства заглянут дети, они могут подвергнуться опасности. Поскольку ангар в любой момент может разрушиться, да и битого стекла здесь достаточно много. Этот нелицеприятный пейзаж расположен вблизи оживленной остановки. До нее люди из нового района добираются с трудом. Грязь здесь уже давно. Сколько мы здесь живем, здесь постоянно грязь. Особенно, когда дождь, тротуар, нет, с ребенком не пройти ни на коляске, ни на чем. Погрязи, вот как сейчас шли. Молодые семьи с маленькими детьми переехали в новые дома. Однако их угнетает обстановка за пределами жилья. Эту грязь и лужи по пути к остановке многим нужно обходить ежедневно. Например, чтобы снять деньги с банковской карточки. Здесь банкомат один только на районе, можно сказать. Приходится сюда ходить. По этой грязи, когда дождь. Зима тут не чищена, тоже толком ничего. Жители микрорайона Семчина регулярно размещают в соцсетях фотографии заброшенной остановки и мусора. Однако до сих пор на их проблему не было реакции. Хотя не так давно ситуация с мусором, на которую обращала внимание наша телекомпания, была решена. Местные жители обнаружили, что в районе озер Заульское и Длинное был выброшен строительный мусор в больших объемах. Тогда горожане обратились в природоохранную прокуратуру и проблема была решена. Кроме того, с бытовым мусором местные жители здесь справлялись самостоятельно. Во время утренних пробежек они собирали его в пакеты. Сейчас территория вокруг озер относительно чистая. Остается надеяться, что и на участок в Семчина, где расположена конечная остановка общественного транспорта, ответственные надзорные органы обратят внимание.